Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. Мы с вами находимся в небезызвестной игре под названием Total Accurate Battle Simulator, в которой мы тестируем новых интересных, а главное красивых, таких вот, например, как вот этот чувак. Он реально выглядит фантастически. В общем, разных бойцов мы здесь тестируем. Против него будут сегодня сражаться обычные старые добрые сквайры, а нашего персонажа зовут Суприм Гад. Выглядит он просто невероятно, великолепно, магически, волшебно. И мне, надеюсь, и вам тоже не терпится посмотреть, на что он способен и как он будет сражаться. Сразу включаю замедление, ну и наблюдаем! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х И разлетаться в огромном количестве Их просто какое-то невероятное Бесчисленное множество Ну и обычные сквайры, разумеется Ничего сделать не смогли, они даже не поняли Что же произошло, как в общем-то и я Поэтому давайте поднимать ставки И в этот раз мы поставим королей Оба-на, а чё с королями-то? Ха-ха, короли, вы чё? А чё с королями-то? Они тоже изменились? Может быть они стали мощнее? Они подсвечены? Они лишились своих голов? Ну кто-то лишился своих больших голов И обрёл маленькую голову Может быть они даже будут невосприимчивы к этим лазерам Что ж, давайте стартовать и смотреть Ой-ой-ой, а без замедления он ещё и очень быстро атакует Нет, ну это очень сильно, друзья Это очень сильно, а если я попытаюсь сам за него поиграть? Смогу ли я что-то подобное сделать? Ну-ка первый выстрел Ха-ха-ха Второй выстрел, пэмс Эээ, это видимо реально один из самых жёстких бойцов И даже короли не способны как-то ему противостоять Что ж, ну понятно А кого ещё можно поставить, чтобы хоть чё-то можно было попробовать? Ну давайте, пускай это будут, не знаю, обычные ледяные гиганты Они стоят дорого У них много хп И сколько выстрелов им нужно будет сделать? А-окей Окей, тоже всех он ваншотит Ну, как тут можно не ваншотить, когда одновременно вылетает тысяча копий? Ну, всегда это будет ваншот А если валькирии? О, и артемиды Просто много артемидов Успеют они выстрелить или нет? Эээ, они даже под... А, нет, смотрите-ка, успели выстрелить Стрел летит очень много, но... Жесть Игра просто залагала Ха-ха Ладно, давайте это безумие прекратим Потому что, ну, понятное дело, наблюдать за этим тяжело И для глаз, и для меня, и для вас, и для всех Если расставить валькирии таким образом Может что-то тогда произойдет? Так, с валькирией здесь тоже прокаченные Атакуют они быстро, и... Вай-вай-вай-вай-вай-вай Суприм гад реально является гребаным богом И тут, ну, спорить смысла нет Стрелы его не берут Они, по-моему, вообще испаряются А, нет, смотрите-ка, одна стрела все же до него добралась Жесть, весь экран трясется Компьютер перегружается Максимальная перегрузка происходит Нет, ну это бесполезно Это бесполезно, правда, есть у меня еще один товарищ Который может побороться с суприм гадом Надеюсь, вы не забыли про Ван Панчмана Который тоже может оказать достойное сопротивление Если, конечно... Вау! Ван Панчман все-таки выбросил К чертовой матери эту летающую божественную хрень И посмотрите, сколько божественная хрень успела выпустить копий Но до Ван Панчмана, походу, не достало ни одной из этих копий Я даже хочу посмотреть в суперзамедлении, как обстояли эти дела Вот появляется Ван Панчман Он пытается... Он, подождите, он пытается что-то сделать или нет? Да, он испаряется и вот-вот нанесет свой первый удар Давай, давай, Ван Панчман Атакуй, пока божественная летающая ерундистика Не добралась до твоей прекрасной сияющей лысой макушки Давай, сделай красоту Ну давай, 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 давай Я... я не могу ждать Я просто хочу увидеть, как ты его ударишь И в какую точку ты его ударишь, если он находится в воздухе Как ты вообще можешь его ударить? Вот что мне интересно Такс, продолжается замедление Наш бок вроде как разогнался И готов нанести первую... первую серию выстрелов Давай, 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 давай Взмахивай своими молниями и... И ничего не происходит Вот! Снаряды полетели Ван Панчмана, но... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Жееееееееесть Сколько снарядов вылетело одновременно Почему игра залагала, если мы находимся в суперзамедлении? Такс, а если убрать суперзамедление? Вау! Ха-ха, жесть! Что происходит? Нет, 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 это безумие, ладно Прекращаем это безумие, потому что, ну, игра просто ложится Окей, давайте переходить к следующему бойцу Посмотрим, кто у нас еще есть Разумеется, с Ван Панчманом сражаться им не придется Пускай они сражаются сначала со сквайрами А потом уже поставим и королей Такс, убирайся, уходи Следующий наш интересный юнит Это... Камама юнит Камама Откуда, друзья, Камама? Кто такой Камама? Наверняка это кто-то, и вы должны знать, кто такой Камама Ну... Ой... Ну, это жалкая пародия на божество получается Он тоже стреляет магическими лазерными лучами В данном случае это огромные копья И ни одно копье пока не попало Сквайров Ну, оно прошивает их, получается, насквозь Да, выстрел очень мощный Но что-то как-то не впечатляет А что с королями? Как дела с королями будут происходить? Так, Зевс нам не нужен, нам нужны короли Ну, хотя бы два штуки Сможет ли он их ваншотнуть или нет? Первый выстрел мимо Давай, давай, а если я буду целиться? Попробую я сделать красоту Провазал Да ладно, я ж целился Отходи Оу, да! Оу, да! Давай, второй, второй! Оу, хорошо, да, очень мощные выстрелы А что с гигантами? Хочу поставить гиганта Давай, Камама Мне всё же интересно, кто такой Камама Я бы с удовольствием в комментах это почитал Хочу выстрелить в голову Давай Ну, не попал И не такой уж и мощный выстрел Да, эти лучи выглядят очень красиво Но мощи им, конечно, не хватает Не подходи Ай, ай, ай А он упал на меня? Ха, я жив! Что с тобой? Ты не можешь воевать, да? Тебе мешают копья? Чё ты делаешь? Я, походу, неуязвимый, друзья Я, походу, неуязвимый Потому что он просто по мне попасть не может А если даже и попадает Ай, не догоняй меня А если даже попадает То... Ой, упал, да? То демеджа практически не наносится Всё Эй, а чё, я выстрелил в землю-то? Да, я пытаюсь... Ааа, у меня лук за спиной находится Он сломал мне руки, к сожалению Давай Выломай мои руки назад Обратно Вставай Давай, я сейчас попасть могу Угу Он меня отправил просто В водяные текстурки Ну, с Камамой тоже, в общем-то, всё понятно Следующий у нас Сегодня будет Это ПК-дестроер Что-то мне это название-то Не особо и нравится ПК-дестроер Ну, давай, дестрой ПК По-моему, он уже даже был По-моему, он уже даже был А, ну да Па Эээээ Ха-ха-ха-ха-ха Жесть Даже во время паузы Вы посмотрите на эту жесть По-моему, разрабы этого мода Явно немного перестарались Ну и тут, понятное дело Ни одно живое существо не выжило бы Не знаю, сколько сотен тысяч здесь лазеров Но они есть И их много Хорошо, возвращаемся в меню И переходим к следующему бойцу Ну, а следующий парниша Это старый, добрый Слендермен Правда, здесь он не соответствует действительности У него есть глаза Какого хрена у Слендермена появились глаза? Вся суть Слендермена именно в том, что у него нет глаз В этом его фишка Его сила в отсутствии глаз Зачем мы сделали ему глаза? Ну да ладно Давайте столкнем его с нашими Сквайрами И я даже, честно говоря, не знаю В чем суть Слендермена Да, я играл в игру про Слендермена Одну из самых первых Он там просто оказывался за спиной Пугал тебя до усрачки Но он никак не атаковал И вроде... Может быть он телепортироваться умеет? Но здесь телепортироваться он не умеет Просто Сквайров бьет Он их просто избивает Ну а где же твои силы? Слендермен! Хватай, хватай, хватай! Даже... А, он хватает Это типа Минотавра Только Слендер Тавр Слендер Мавр Слендер Тавр! Да, вот так Слендер Тавр Хватающие Слендермен обычный хватающий, да? Подкласс белых глазастых Не самый лучший подкласс Не самая лучшая разновидность Слендермена Красиво, красиво Он высокий И могли бы ему на самом деле Вытянуть, например, конечности Чтобы он был более каноничным Соответствовал действительности Но и так, в общем-то, тоже неплохо Устроил он немного хаоса нашим Сквайрам Сквайры пострадали И Слендермен Отпусти его Хватай следующего Блин, он реально использует Сквайров как таран порой Жестко, жестко Карусель, карусель, да Устрой карусель Развесели Сквайров Сделай так, чтобы они веселились Им нравится летать в разные стороны Мы все тут будем летать Да Как он выживает постоянно? Его бросают, а он подстает О, забил рукой, наконец-таки Ну и еще один товарищ Это Джефф Киллер Я слышал про этого чувака Много слышал Но я не знаю, кто он Что он, откуда он Что он умеет И для чего он вообще создан Но Джефф Киллер существует Это вроде бы из какой-то Крипипасты парниша У него маленький ножик Мигающий, между прочим Красивый, красненький На самом деле это просто уменьшенный меч Ну и как он будет сражаться По-моему, его сейчас просто зарубят И что-то Джефф Киллер Меня не впечатляет Если и в Крипипасте Он такой же слабак, как и в игре То, ну, извините Это такое себе Такое себе удовольствие И еще один интересный боец Это чувак под названием Пойжен Спир Как вы видите Это обычные доисторические бойцы Только при этом Они не держат в руках Аааа Травленные копья И не знаю Будут ли эти копья Действительно отравлять бойцов Противоположной фракции Что ж, давайте не будем медлить Сразу начнем И посмотрим, как будет выглядеть битва Поставил я их много По той причине, что стоят они Всего лишь 130 рублей И я решил войска сделать Примерно равными по силе И черт возьми Они реально отравляют Правда, смысл Наверное А нет, смысл в этом есть Просто я подумал Что они убивают с первого раза И типа, зачем отравлять Если враг все равно будет убит Что ж, смысл в этом есть И походу Сквайры все равно Оказываются сильнее А нет Нет, нет, нет Яд свою работу Выполняет на 5 с плюсом И хотя, блин Непонятно Непонятно, кто победит Не, по идее Все-таки отравленные копья Должны быть сильнее Они ведь отравленные И они ведь копья Черт возьми Может быть просто бойцы Слабо умеют ими пользоваться Но тут как бы непонятно До сих пор, кто победит Да Да, отравленные копья Все-таки взяли вверх Но, знаете Это была очень сомнительная победа Потому что Черт возьми Сквайры практически победили Давайте поставим Несколько королей В противовес Ну, тысяч на десять пятьсот Нормально Если они будут отравлять королей То это будет гораздо-гораздо круче И один павший Умрет Отравит Но на его место придет другой Еще не павший И добьет короля отравленного Возможно Нет, ну эффект на самом деле красивый Что они как-то намазали Обычным ядом Который бросал Пойшен Селлер и Драгселлер Или как там его звали Не помню Короче Совместили копье И летающий яд Ха-ха И получилось вот это Ну да, королик гораздо сильнее Все-таки И шансов победить Ну, не было на самом деле Наверное, ни родного Жалко, конечно Жалко Жалко это признавать Но короли, как всегда, берут верх Из более-менее стандартных юнитов Не совсем уж забагованных И перекачанных Короли все еще остаются Одними из самых крутых Жалко Так, а где последний А, застряло копье, да, твое, бедняга Да король, убей ты его уже Заруби Ха-ха, король несчастный Не может зарубить Зарубил Ну, и есть у нас Последний на сегодня Юнит Тоже крайне интересная Особа Зовут его Дарк Пижант Пезант Короче, чувак Черный И летающий Что он могет Давайте посмотрим А, чего, 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 чего Как он это делает Жесть Это безумно круто Потому что подобной Анимации атаки Я ни разу не встречал Как они это сделали Это, это не Это нереально круто Он просто Насаживает Врагов на колья На те самые колья Которые держит в руках Влад Цепиш Да, наши старые добрые Дракула Который уже появился В качестве секретного юнита И, блин, это было очень мощно А если поставить Много обычных бойцов Сможет ли он всех Их насадить на копья Было бы интересно На это посмотреть И как быстро он будет Офигеть Очень быстро он их насаживает Добраться до него Не получится Только стрелки Смогут что-то сделать Обычные Пехотинцы Ну Просто вздыхают И это выглядит Очень эффектно Реально Это может внушать Страх в противников Которые видят Как их товарищей Ни с того ни с сего Пронзает копье Вылезающее Просто-напросто Из недр земли И это круто Это круто А что скажет он лучником Может быть он умеет Отбивать копья и стрелы Ну конечно Несколько копий Успеют бросить И Да Все копья Полетели мимо Поэтому Ну Печальненько Хорошо Я хочу теперь сам За него поиграть И посмотреть Как это все дело работает Как поднимать копье Как насаживать врага На копье Я не могу этого сделать Слушайте У меня это не работает Я махаю руками Но ничего не происходит Хватит бросать в меня копья Я хочу кого-нибудь Насадить на копье Жесть У меня это не работает Почему Почему я не могу Управлять этим чудесным созданием Ладно Хорошо А если взять Какого-нибудь Реально Большого чубака Можно ли его Насадить на кол Давайте посмотрим Сможет ли он Передвигаться после этого А нет Жесть Он еще И полностью Убирает способность Противника на передвижение Очень жестко Очень жестко Ну почему я не могу Такую же магию творить А У меня не получается О Только я вышел из него Сразу начало получаться У меня Ноль 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 возможности Делать такую же красоту Ладно друзья На этом мы пока остановимся Большое вам спасибо Что посмотрели этот ролик Надеюсь он вам понравился Понравились бойцы Которые были в нем показаны Если это так Вы можете поставить лайк Подписаться С вами был Перпятум Ильжи Александр До новых встреч Всем удачи Всем пока Будьте счастливы